друзья привет сегодня докупил пока система у меня было чуть-чуть и ну как чуть-чуть все относительно вот и продал часть нлмк как вы знаете дал нмк продавала упала очень сильно как сильно 5 процентов за четыре дня я думаю сильно вот сегодня очереди на ломка чуть-чуть фиксирует часть прибыли значит по афк системе афк системы это одна из моих любимых компаний афк система они говорить можно очень много но чем она мне в основном привлекает это теми отраслями в которых она имеет долю либо там вообще полностью владеет компаниями либо существенной частью компаний которые я не могу инвестировать в другие через другие компании ну допустим фарма да или медицина как я могу инвестировать сейчас иностранный рынок ну лично для меня закрыт ну как и для многих но потому что большие геополитические риски то есть в текущей политической обстановке я сосредоточился на российском рынке ну давно уже в принципе сосредоточился на российском рынке но справедливости надо отметить у меня года три назад было больше иностранных акций чем российских да всему свое время не то чтобы там я только в россии только в россии но ситуация такая америка еще особо то не падала можно сказать да и вообще сейчас риски компании с иностранной юрисдикции поэтому я это раз два я все-таки специализируюсь на российском рынке что значит специализируюсь значит я покупаю компании вы видите что я когда покупаю я объясняю почему но это лишь маленькая доля той информации которые я анализирую перед ну которые я прорабатываю анализирую перед покупкой я же не могу там видео записывать там трехчасовые правильно основные вехи говорю почему я компанию покупаю ну а работа большая проделывается я не могу анализировать там 300 компаний да у меня есть список компаний которые анализируют четко ищу точку входа по ним там точку выхода там определяя допустимую долю это большая работа на самом деле вот естественно при этом отборе мне попадаются информация по другим компаниям я их добавляю там в допыда чтобы потом у них изучить когда будет больше времени или там в кандидаты в допы то есть ну новой компании тоже появляются мы в моем списке но есть там инвестиционный рейтинг которых я вот конкретно по ним работаю по точкам входа на это и так далее так вот какие перспективные направления по афк системе которая меня интересует медицина фарма ее завод бенофарм конкретно ее сеть клиник медси между прочим заняла первую строчку в топ-200 многопрофильных частных клиник в россии активно очень развивается активно и в москве там открываются новые клиники и в москве еще медси премиум развивается на мичуринском проспекте недавно открыли и там педиатрический стационар есть со стадионом спартак они подписали соглашение о строительстве трехэтажной клиники в волгограде открыли медси недавно ну вообще очень очень хорошо развивается это все клиник медси это что касается по медицине по медицине еще направление препараты медицинские разработка это это система биотех занимается недавно 12 еще препаратов разработала и выводит на рынок перспективное направление у системы это электрические суда мы все знаем про электромобили да про электрические суда это это тоже будущее и это будущее уже есть у системы ее компания империум который принадлежит ситроник с которым принадлежит системе вот для этого нужно знать цепочку что компании Вот вы услышали «Импириум»? Что он вам говорит? Ничего. Ну, многим, да? А если вы знаете, что «Импириум» принадлежит «Ситрониксу», «Ситроникс» принадлежит «Систему», вы думаете, а «Импириум» — «Система», сразу перепрыгиваете. Вот «Импириум» — они с Московской областью, и с Москвой, и с другими регионами сотрудничают с Москвой по электрическим судам, а с другими областями по электробусам и так далее. С Вьетнамом подписали соглашение по развитию электрических судов. Ну, очень компания. И сама, кстати, компания «Ситроникс», которая много чем занимается, не только электрическими судами. У нее тоже куча техноправлений. Это тоже новейшие технологии. Вот здесь говорят, а российский рынок куда инвестируют? Система прям реально очень крутая компания. Но, друзья мои, нужно понимать, когда покупать, когда продавать. Система может быть и 30, а может быть и 11, понимаете? Она тоже очень хорошо скачет, и нужно, конечно, вовремя покупать, вовремя продавать. Ну, и у меня есть долгосрочный портфель, и там систему я не продаю, только иногда подрезаю, докупаю. Но в период экономического спада, который сейчас, ну, много так не заработаешь, сидеть и ждать. Поэтому, ну, вот есть стратегия активного инвестирования, которую я сейчас освещаю на Ютубе, в Телеграме, в Дзене, в Инсте, которую я еще более прокачал. И сейчас активная 2.0, которая идет, она еще более доработанная, еще более доходная. Там есть кое-какие отличия от активной, ну, наверное, многие заметили уже, кто, допустим, знаком с моей активной, уже по активной 2.0 заметили, что там большие покупки, большие продамы, большие, ну, больше, в смысле, большие. Меньше, конечно, чем в пиратской торговой стратегии, но больше, чем в активной объеме именно. Так, а какая еще направление по системе интересна? Агрохолдинг ее степи. То есть, продовольствие, сельхозка, очень интересная в наше время, да. Мне очень нравится компания Росагра, но я в нее сейчас не инвестирую, потому что у нее иностранные юридиксы. Черкизов много не купишь. То есть, у меня есть черкизов, да, покупаю, продаю в активной, там, долгосрочно она просто есть. Но ее много не купишь, потому что есть риск-менеджмент, есть допустимая доля по компании, которую нельзя превышать, да. У каждой компании она отдельная. Поэтому еще хотелось бы чуть-чуть добавить, да, инвестиции в агропромышленный комплекс. Это тоже через систему, через ее степь. Агрохолдинг. Так, ну давайте. Про систему вообще можно много говорить. Огромная компания, даже вот, даже разрывает горнолыжку на этом, на Камчатке. Огромная, просто огромная компания. Озон у нее, МТС ее, половина МТС. Вот МТС огромная компания, все хотят инвестировать в МТС. А говорят, система, система, что вообще система? А то, что половина МТС принадлежит системе, ну, знаете? Знаете теперь. Ну, наверное, знали. Озон, Эталон, там, ну, куча у нее этих компаний. Ладно, давайте про систему тоже долго говорю. Вопросы. Какие у вас мысли про Сбербанк, как на конец этого года, так и на 23-й? А что конец этого года? Конец этого года, вот, уже, уже настал, да, можно сказать. Мы уже подходим. Поэтому Сбер, Сбер вообще одна из самых больших компаний, у Сбера одна из самых больших допустимых долей в моем портфеле. И в долгосрочном, в активном, и в торговом. Сбер, он неотрывно связан от общей динамики рынка, да. Если, допустим, система, там, там, какая-нибудь, или, там, не знаю, металлургии, или, там, еще какая-нибудь компания может отрываться, да, на какое-то время от рынка сильно, да. То есть, в противовес рынку расти или падать, то Сбер, он, как правило, ходит за индексом Мосбиржи. Поэтому, анализируя Сбер, нужно анализировать общее направление фондового рынка, допустим, российского. И Сбер примерно вместе с ним и ходит. Ну, это раз. Два. Ну, конкретно по Сберу, конечно, крепкая, крепкая компания. Уже говорил, что у нее одна из самых, допустимых, долей. Нужно, какие у нее конкретно по ней точки роста, нужно смотреть. Нужно смотреть по выручке, по кредитному портфелю, там, и так далее, и так далее, по Сберу. Но, повторюсь, что Сбер сильно привязан к общему, ну, к общему индексу Мосбиржи. Поэтому он ходит за ним туда-сюда. Поэтому, анализируя Сбер, когда вы хотите купить, вы подумайте, куда рынок будет направляться в ближайшее время. Ладно. Задавайте вопросы, получайте ответы. В комментариях. Все, всем пока. Особенно в моем Телеграм-канале не забывайте подписываться. Там больше информации. И там чаще я бываю. Там как на Ютубе видео выходит с Ютуба, так и текстовый формат и текстовое общение с подписчиками. Поэтому, кто еще не перешел по ссылке в Телеграм, в описании она будет. Переходите. Всего хорошего. Пока.